всем привет blender 2.91 и вот еще такой вот аддон который поможет сделать именно рик и анимацию вашему персонажу так давайте сначала посмотрим как это все дело тут устанавливается как работает точнее и так вот такой вот персонаж сумку я сейчас тоже пока удалю тройка на нампаде и посмотрим результат посмотрим так самое классное здесь это вот вот это вот настройка ноги смотрите как она работает все крутится мягенькая я потом сниму ролик как вот это все дело самому сделать так и вот эта косточка r когда вы крутите смотрите как он раз устанавливает до ногу мягко работает нога вот прикольная штукенция такая здесь так настройка рук я уже насчет пальцев показывал это настройка копиротейшн на каждую косточку и выводится кость которая повторяя за которые они повторяют вот это весь изгиб когда вы крутите то вот у вас так это где у нас более-менее палец приблить поближе его вот у вас работает вот этот палец уже не надо вам каждую косточку именно двигать перекручивать вот такая прикольная настройка так смотрим теперь позвоночник как он тут настроен я уже показывал насчет позвоночника это кунг-фу панда рассматривал как вот эти вот косточки привязывать позвонку чтобы позвонок работал вот таким вот образом с и вот эту косточку можно и вот у нас гнется классно позвонок персонаж вообще становится мягкий единство если вам не понравится настройка вот этой руки то вы можете переделать как я показывал на копе локейшн и на коем копит они не копит просто трансформация ссылку на ролик оставлю в описании сейчас не буду это дело опять рассказывать что я тут добавил кстати вы можете тут его переделывать рик вы можете оставить допустим кисть и настройку вот это вот ступни вот эти кости можете все сами переделывать переделать позвоночник под себя под свою анимацию как вам удобно именно так тут работает у него шея вот так гнется добавил я косточку именно на шляпу теперь можно шляпу снимать одевать так еще что тут значит глаза я уже сам тут настраивал вот все по прошлым роликом все вот крутится вертится все нормально ну вот такой вот рик можно не самому делать а именно взять вот с этого аддона вот это аддон тут значит крит фейс рик есть ставите инверс кинематик если он инверс кинематик не будет нужен вы его отключите и вот этой ступни настройки уже не будет у вас будет просто голый именно рик без настроек так в селект вы можете выбирать вот анимация так это вот аниме но лучше вот и вот под такие персонажи вот вот этот подходит каук казин фэмэйлу пардон за английский ну короче вот первое вот это вот первый рик второй тоже подходит нижний тут вообще совсем по-другому настройки идут вы каждый можете посмотреть попробовать так теперь немножко о риге а его косяках какие проблемы у вас будет с ним появляться да так значит что заходите в edit mode преференции находите аддоны и устанавливайте в install скачанный аддон название аддона оставлю в описании вы копируете название вкидывайте в яндекс и с гитхаба скачиваете он бесплатный так называется он мануал вот он характеры мануал бастион лап вот он ставите галочку если у вас идет установлено автосохранение просто выходите отсюда закрываете вот эту вот окошку или нажмете сейф преференции сохраняете и в н панели у вас появляется вот этот дом со всеми вот этими характерами именно моделями давайте их теперь посмотрим и рассмотрим что у вас вылезет такой косяк при подключении к своему персонажу и так вот такой персонаж я на нем тут экспериментировал выбираем пока кости delete единица на нампаде открываем вот этот наш аддон n панель находим тот рик ту модель которая вам именно нужна здесь аниме давайте вот этот каукасиан нажимаете крит характер ставите обязательно инверс кинематик вот здесь мускулы есть basic мускул это тоже можете поставить и вот он вам тут усещает характер edge тут вы можете его вот увеличивать уменьшать массу добавлять ему допустим полноты худобы вот он стал худой персонаж вот так он выглядит сейчас я кости отключу вот такая штука уже все раскрашенный но нам не нужен мы его удаляем единица на нампаде выделяем рик делаем с или на уменьшаем или прибавляем вот эту вот штуку теперь g так control z пардон т.с подгоняем под нашего персонажа и кости здесь установлены на стик вот в этой функции бегущий человечек via port display здесь вы можете переключиться на акта хит брал вот это да и деть то и название и у вас высвечиваются вот такие косточки заходите в edit mode одну половину костей можно удалить выделить делить бом какие косточки не удалились еще раз удаляем и уже вот эти части настраивать выбираете подгоняете под ногу опять же смотрите чтобы никакая косточка не сдвинулась все аккуратненько делаете так вот эти косточки тоже g выравниваете по колену нижней кости так если у вас колено допустим ниже то вот g подгоняете выбрав вот эти косточки на колено выставляете следом что здесь у вас происходит вот нужно вот эти кости тоже приподнять выбираете их все и g вот так вот приставляете к ноге g вот так тоже тут все выравниваете если это вам нужно g вот так вот выставляете подгоняйте также выравниваете вот эти косточки руки все выбираете жмете r g и подставляете руку так как вам надо к вашему персонажу если конечно у вас поза соответствует вот этому ригу то тогда вам будет попроще ну и каждый палец по прошлым роликам я уже это все дело показывал каждый палец вы выставляете именно по своей кисти смотрите со всех сторон перекручиваете подгоняйте чтобы все четко тут стало выбирайте вот этот палец допустим через shift вот этот и вот так вот все дело это устанавливаете смотрите со всех сторон вы видите что косточки косточки далеко уходят и все это дело вот так вот каждый палец с каждой стороны подгоняете потом когда вы все это дело установили подогнали выбираете опять же все вот эти косточки делайте shift d щелчок левая кнопка мыши правая кнопка мыши мира из глобал копируете разворачиваете косточки и подгоняйте на эту сторону когда у вас все подогнано здесь уже по старому сценарию выбираете персонажа и выбираете косточки жмете control p with automatic widget все это дело свращивается и можно с персонажем работать так какие-то кости можно удалять переделывать в риг в принципе хорошо тут себя ведет можно тут переделать шею убрать головную косточку потом все это вытянуть и все будет работать все нормально когда вы все это дело сделали у вас получится вот такой вот вариант вот такой вот персонаж все шмотки всю одежду вы также именно настраивайте как я показывал в прошлых роликах все это дело принимается все работает нормально так g нога работает смотрим как работает вот эта вот часть вот вы видите он тянет за собой вот такая штука у вас будет происходить ну почти с каждым именно вот этим персонажем когда вы будете вставлять вот эти кости как это все дело изменить то бишь исправить заходите в edit mode тройка на нампаде и нужно вот эти косточки вынести выбираете их и уводите подальше так теперь можно вот эти косточки выбрать тоже дальше отвести чтоб потом не запутаться так вот эти косточки можно еще на я подальше чтобы они на себя не потянули полигоны следом заходите в object mode и перевязываете вот этого персонажа ctrl p width automatic widget так теперь заходим post mode так пардоните сначала выбираем только кости без персонажа и заходим в post mode выбираем какую-нибудь косточку ноги g выводим и проверяем r все вы видите что в принципе полигон сильно не тянет косточку еще можно подальше отвести и все будет работать нормально ну вот такой вот вариант так ctrl z ctrl z еще раз давайте попробуем заходим в edit mode выбираем теперь все вот эти косточки и уводим их вообще подальше ну и можно чуть чуть пониже заходим в object mode и опять перевязываем нашего персонажа на кости ctrl p width automatic widget заходим теперь выбираем косточки и заходим в post mode опять же поднимаем какую-нибудь ногу вот нога то работает и проверяем так подальше отведем и покрутим немножко ну вот проблема не убралась ctrl z ctrl z возможно нужно будет попробовать еще вот такую штуку вот эти косточки увести чуть чуть подальше и поднять чуть чуть повыше вот так вот и еще раз повторить операцию перевязки вот этой ctrl p width automatic width возможно еще весами поднастроить ну у меня вот этот такая вот система убрала эти косяки так теперь смотрим выбираем косточку вот вот сейчас как назло не хочет она вот это дело убирать так смотрим что еще где может быть косяк так косяк все таки можно найти сейчас немножко покручу поверчу так ага так это вот эта кость тянет вот эта косточка значит можно сделать еще такой вариант опять же edit mode выберем вот эти теперь косточки и уведем их тоже в бок если нога не развалится сейчас то все будет нормально так вот это все дело перевязываем ctrl p width automatic widget так заходим теперь в post mode ну и проверяем r все вы видите что нога заработала все нормально ctrl z теперь нужно эти косточки просто вернуть назад каким образом заходим в edit mode и назад их вот так подставляем так выбираем теперь так вот вот эти кости возвращаем их к ноге выше поднимаем и устанавливаем на свои места ну а эти косточки чуть-чуть поближе где-то вот сюда все теперь перевязывать не надо просто заходим в post mode все находится на своих местах r вот нога работает все крутится g нога работает и вот эта косточка r все это дело перекручивает увидите что полигон больше не тянет короче косточки проверяйте ну и все руки g вот они настроены ориентир локтя это вот они косточки стоят потом что ну вот эти кости я уже показывал r именно перекручивать позвоночник это значит r вот так вот это голова r тут еще вот кость стоит вот это тоже нужно это уже весами настраиваться или просто убрать ее и поставить назад на затылок в другое место она настроена как inverse kinematic и получается так вот это кость нет не эта кость смотрим что у нее тут за inverse kinematic на какую косточку она установлена и к control hd ставим name и ищем этот и control hd вот fg control а это hd успеем словом она тут где-то находится ну чтобы не заморачиваться давайте сделаем как в прошлом ролике я уже показывал значит edit удаляем эту косточку delete bomb и вытащим еще e кость вот сюда это надо делать до того как вы будете настраивать вот эти вот ноги чтобы потом их не перевязывать так ну добавили косточку заходим в post мод выбираем вот эту кость c c c inverse kinematic и удаляем вот эту empty так так появляется вот это empty это нехорошо ее не надо нам опять же убираем косточки заходим опять же пост и вот этой косточки давайте вот эту кость головы выберем и через shift на вот эту кость ctrl shift c ставим inverse kinematic и просто удалим теперь вот этот target и все будет нормально теперь вот эта косточка мы за нее можем G тянуть и она в принципе вот двигает всего персонажа вот так здесь мы влияние можем поставить насколько нам надо костей чтобы это все дело вот так вот работало и вот мы теперь просто тянем за косточку и шеи можем работать и она нам на подбородок не мешается не тянет на себя вот это вот веса ну такое вот управление так если сейчас G вот так можно голову вертеть вот так вот ну быстрый вариант чтобы не перекручивать возможно шею где-то вот так то же самое ну вот такая вот штука такой аддон качайте пробуйте все всем пока до свидания вот вот я вот Продолжение следует...